Продолжим наш разговор про скрытые склонения. Мы говорили про Алисмуль Мақсуру, про имя на конце которого имеет схарф алиф, из-за которого все поддержные огласовки на его конце будут скрытыми, подразумеваемыми. Мы сказали, что нет разницы, удалили этот алиф на конце из-за встречи двух сакуну, как, например, Мухаммадун Фатан Муджитахидун, Мухаммадун Фатан Муджитахидун, Мухаммад усердный юноша, Фатан, или же этот алиф сохранен, не удален, как, например, Хараджа Аль-Фатан с алифом на конце. Для большей ясности проведем Ираба Лисмель Мақсури, грамматический разбор имени на конце которого имеется алиф. Так, в предложении Мухаммаду Фатан Муджитахидун, Мухаммад — это муптадан, подлежащее именного предложения. А если муптада подлежащее, то должно быть в состоянии рафа в именительном падеже, на что и указывает огласовка дама на его конце. Фатан. Фатан — это хабр аль-муптадай, сказуемое подлежащее. А значит, так же, как и муптада, подлежащее, яджба якуна аль-хабр марфуан, сказуемое тоже должно быть в состоянии рафа в именительном падеже. Итак, фатан — это хабра в Мубтадай, сказуемая подлежащего. Морфуан в Мубтадай поставлен подлежащему состоянию рафа именительного падежа. В аламуту рафа и праздник состояния рафа именительного падежа в этом имени от дому-то мукадрату аля л-эльфи, скрытая дому над алифом, являющимся конечной буквой этого имени. Над каким алифом? Аля л-эльфи л-махадуфати, аля ай-эльфин, аля л-эльфи л-махадуфати. Над каким алифом? Над удаленным алифом. Почему удаленным? Л-эльтика ас-сакинэн. Над удаленным из-за встречи двух секунд алифом. То есть удаленным во избежание встречи двух секунд алифом. Так как в филасле в основе у нас было фатайун, где было применено общее стандартное правило, которое гласит, что когда буквы я или вау бывают огласованными, причем любой огласовки фатхи, ломы или кэсры, а предыдущая буква огласованная фатхи, то в этом случае я или вау заменяются на алиф. Идя тахаррукат ильяу ау ильвау, ван фатахма каблэха, факулебат алифа. После чего у нас стало фатан. Фатан так как аттануин это на самом деле ануну сакин, это в действительности сакунирую нун. Значит здесь встречаются два сакуна. Первый это сакуна алифа. Ялтыки сакинан ала ауулю аль алиф. Сакуна алифа. А второй сакуна это сакуна тануина, сакуна тануина. В следствии чего алиф удаляется от ухазафу алифу. И раз алиф у нас удален, он не будет читаться или произноситься, однако алиф будет писаться, отображаться на письме на конце этого имени, как признак указывающий на то, какая из двух букв я или вау здесь изначально была. Если основой этого алифа являлась буква я, то алиф пишется в виде или форме я, без точек, как здесь например фатаюн и в итоге фатан. Но если в основе у нас была буква вау, то алиф будет отображаться в виде самого себя, то есть в виде алифа, как например асаун и асан в итоге, после удаления алифа в чтении. Нет разницы между алифом в виде я или алифом в виде алифа. В обоих случаях падежная огласовка будет скрыта, подразумеваемо. Также падежная огласовка будет скрыта, если алиф на конце сохраняется, а не удаляется, как например джа альфата, пришел юноша. В этом примере слово альфата это фааль, действующее лицо, глагола джа, в альфааль морфон, а фааль, как известно это имя, обозначающее действующее лицо, согласно правилам науки альнаф, в синтаксе должно быть поставлено в состояние арафа, его именительный падеж. В алямату рафа и признак падежа арафа в этом имени, альдома туль мукаддарату аля ахриха, скрытая подразумеваемая дама на его конце, ай аля алиф, то есть над буквой алиф, на конце этого имени. проявлению огласовки дома здесь помешало что? Невозможность дать огласовку алифу, то есть то, что невозможно дать огласовку алифу. Здесь в слове альфата мы видим, что алиф не удален, так как после алифа нет тануина, из-за наличия аль в начале, вследствие чего алиф сохраняется, а не удаляется. Приведем несколько примеров из Корана. Мы слышали юношу и до конца это. Здесь у нас слово фатан, прямое дополнение для глагола самиа, поставлен на состояние ввинительной падежи. У аля мутанаспий признак падежа нас ввинительную падежа в этом имени, альфатхату аль мукаддарату аля ахри, скрытая подразумеваемая фатха на его конце, ай аля аль альфа, то есть над буквой алиф. Проявиться в фатха здесь помещало, что невозможность дать огласовку алифу, неприятие алифом какой-либо огласовки. Другой пример. Вот Муса сказал юношет, который был с ним. Здесь у нас слово фатха, поставлен предлогом падежа аль-джар, родительную падежа аль-ам в состоянии джар. Родительная падежа аль-ам, это джар и признак падежа джар, здесь в этом имени, аль-касрату аль-мукаддарату аля ахри, скрытая подразумеваемая касра на его конце, то есть на конце над алифом, аля аль алифа, над буквой алиф. Мана амин зухури хатта адзуру, проявиться огласовки касра, здесь помещало неприятие алифом какой-либо огласовки. Остановимся на этом, ища Алла продолжим, на следующем уроке. Аллаху алям.